В период беременности женщина сталкивается с различными сложностями и изменениями в жизни. Будущая мама должна выбирать для себя специальную одежду, следить за своим режимом питания, поддерживать двигательную активность. Кроме того, важную роль играет также сон беременной женщины. Время ожидания малыша должно проходить полностью в заботе о своем здоровье и эмоциональном состоянии. Только так можно обеспечить безопасность и здоровье будущего малыша. В период беременности, как известно, происходят различные гормональные изменения в организме. Из-за этого многие процессы нарушаются и меняются. Это же касается режима и качества сна беременной женщины. В первые месяцы из-за перестроек сбивается режим, а когда растет живот, будущей маме становится все труднее отыскать для себя наиболее удобную позу для сна. Многие начинают беспокоиться о том, как правильно спать во время беременности, какую позу лучше выбрать, можно ли спать на спине, животе или боку. Сон в первом триместре. В этот период угнетается в большей степени нервная система. Женщина становится утомляемой, ей часто хочется спать. Нельзя противостоять этому, лучше позволить себе выспаться. В первом триместре беременности для сна можно выбирать наиболее удобную для себя позу, но на животе, скорее всего, спать будет некомфортно, так как грудь в этот период становится чувствительной. На раннем сроке беременности желательно начинать привыкать спать на боку или же на спине, так как вскоре придется спать именно в таком положении. Во втором триместре женщина начинает чувствовать себя лучше. Она больше не чувствует тошноты и частых изменений в настроении. Это связано с тем, что гормональная перестройка уже произошла. При этом другие трудности, которые связаны с увеличением веса и ростом живота, еще не начались. Эти неудобства беременной еще предстоит пережить. Но в это время вопрос о позе во время сна обостряется. В этот период беременности спать на животе уже не стоит. Живот увеличивается в размерах до такой степени, что существует риск придавить ребенка. Лучший вариант для сна беременной женщины в эти месяцы это на спине. Ребенок весит еще немного, поэтому женщине будет достаточно комфортно. Ее органы не будут при том сдавливаться. Но когда вы почувствуете, что ребенок двигается, позу необходимо будет изменить. Сон на боку в этом случае будет и самым безопасным и самым удобным для женщины и крохи. Желательно спать именно на левом боку, но в середине беременности можно допустить сон и на правом. В третьем триместре живот будет уже достаточно большим. Это приводит к новым проблемам и дискомфорту. Будущей маме становится все труднее высыпаться. Необходимо не только самой готовиться ко сну, но и создать подходящую обстановку в комнате. Перед сном в обязательном порядке спальню следует проветривать. Для этого достаточно будет открыть окно в ней примерно на 15 минут. Если это лето, то лучше приоткрыть форточку на всю ночь. Необходимо выбирать ночную рубашку, а также все нижнее белье исключительно из натуральных материалов. Спать в них будет намного комфортнее. Очень важно правильно подобрать подушку. Она должна быть упругой. Высота подушки должна быть такой, чтобы можно было без труда поддерживать шею в удобном положении. Подушку можно также подложить и под спину. Это уменьшит нагрузку на спину и будет способствовать расслаблению мышц. Существуют специальные подушки для беременных. С их помощью можно сделать для своего выросшего живота своеобразное удобное гнездышко. Это поможет беременной женщине спать более спокойно и удобно в эти непростые месяцы. Можно взять вместо специальной подушки просто несколько обычных, которые будут отличаться по размеру. Их можно подложить под любую часть тела, чтобы сделать свое положение более удобным. Беременным женщинам в последние месяцы врачи рекомендуют спать исключительно на левом боку. Такой совет объясняется особенностями анатомического строения женского организма. Если говорить точнее, то размещением нижней полой вены, ведь она проходит с правой стороны матки. Если спать лежа на правом боку, это может привести к тому, что ребенок эту вену пережмет, ведь в эти последние месяцы малыш уже имеет достаточно большой вес. Эта вена принимает участие в оттоке крови, которая идет от ног и внутренних органов, расположенных в области малого таза. Если беременная женщина будет лежать на правом боку во время сна, эта важная вена будет издавливаться. Впоследствии это приведет к тому, что разовьется расширение вен. При этом может нарушиться также поступление крови к самому малышу. В результате он будет страдать от недостатка кислорода, поступающего через плаценту. В такие моменты женщина обычно чувствует, что малыш начинает двигаться более активно. Но на последних месяцах даже на боку лежать бывает очень неудобно. В такой ситуации следует подкладывать под ногу подушку. При этом ребенок будет получать необходимый ему кислород, что будет способствовать правильному его развитию. У женщины будут лучше работать почки, что в этот период является очень важным моментом. Сон в таком положении будет предотвращать развитие отеков, конечностей. Кроме того, не будет давления на печень. Существует ситуация, когда беременной лучше спать на правом боку. Это рекомендуется в случае, когда головка ребенка располагается с этой стороны. Если спать на правом боку во время беременности, то ребенку будет легче занять необходимое положение. Если не получается уснуть, не нужно сразу же принимать снотворное. Их употребляют лишь в исключительном случае и по рецепту врача. Женщина следует соблюдать осторожность такими средствами именно в этот период, ведь любой препарат может повлиять отрицательно на здоровье ребенка. Не стоит перед сном пить напитки, которые содержат в своем составе кофеин. Важно помнить, что этот компонент присутствует также в чае. Необходимо постараться исключить употребление воды с газом. Перед сном за несколько часов лучше ничего не употреблять. Это касается и напитков, и пищи. Если мучает токсикоз, можно выпить кефир. Перед сном можно прогуляться, но заниматься гимнастикой перед сном не стоит. Важно соблюдать режим сна, при этом ложиться и просыпаться лучше всего в одинаковое время. Ведь в этот период женщина и без того страдает от большого количества стрессов и изменений. Если вы проснулись из-за того, что почувствовали судорогу, необходимо сразу же подняться с постели, чтобы ноги были направлены вниз. Так необходимо постоять некоторое время. Такие приступы говорят о недостатке кальция, поэтому его нужно употреблять в большом количестве, а в период беременности это крайне важно. Иногда беременные женщины плохо спят просто из-за того, что боятся родов. При этом помогут специальные курсы и советы опытных подруг и родственниц. Наладив правильный сон во время беременности, вы сделаете более здоровой себя и своего малыша. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!